В 2024 году в Сергеопосадском округе должны завершить строительство важных социальных объектов, среди которых больницы в Ходькове, физико-математический лицей в Симхозе, школы на Зубачевом поле. Эти объекты возводят с нуля, а детский сад номер 60 в Ходькове и школа номер 4 в Сергеопосаде в этом году ждет капитальный ремонт. Депутат окружного совета Тимофей Лагутин – выпускник четвертой школы. В 1996 году он окончил ее с серебряной медалью. В школе 4 работали и родители Тимофея. Поэтому, когда стало известно, что школа на Угличе включена в программу капитального ремонта, депутат сразу предложил свою помощь во взаимодействии со строителями. Я прошу вас, чтобы мы, во-первых, обменялись своими контактами, чтобы мы были с вами встали на связи. Я вместный депутат именно от этого района. Меня зовут Тимофей. После новогодних каникул в школу зашли рабочие. Первый этап – зачистить все стены до кирпича, перекрытие до бетонной плиты. Что успели сделать? Зашло? Ну, практически везде. Везде у нас демонтированы полы. Вот остаток полностью демонтированы полы и покрытие стен в актовом зале, в спортивном зале. Школа 4 была открыта в 1968 году. Здание устарело морально и физически. Отсутствие гидроизоляции кровли влекло за собой бесконечную борьбу с сосульками. Протечки в подвале были причиной неприятного запаха в коридоре. Мы с вами в рекреации, в коридоре первого этажа. Здесь традиционно располагались кабинеты начальных классов. Здесь 8 кабинетов и 2 рекреации. Та рекреация во времена, когда я пошел в первый класс, была Ленинской. Там стоял бюст Ленина, и там проводились мероприятия торжественные. И за первоклассниками очень следили сильно, чтобы они не бегали, чтобы этот бюст не снесли. Тимофей, перед Новым годом была встреча как раз представителей администрации, вы как депутатский корпус, заказчики, подрядчики работ. Вы тогда сказали, что я могу с вами лично обменяться контактами, чтобы быть всегда на связи, и если потребуются какие-то вопросы, их решать. Сейчас были уже какие-то потребности во взаимодействии со строителями? Пока строители справляются, на сегодняшний день прошло 3 недели с момента начала работы. Мы договорились, что строители сюда зайдут в первый рабочий день Нового года, 9 числа. Вот сегодня 29, то есть прошло 3 недели. На сегодняшний день, как мы с вами видели, строители нам это показали, выполнен демонтаж полностью полов, перегородок. Сегодня работает 14 человек строителей, плюс электрики работают, слаботочники. У подрядчика, у заказчика пока вопросов не возникает. Мы видим, что в принципе рабочие все движется в плане в графике, и этот график полностью оформленный, согласованный со всеми заказчиками, с администрацией, нам представить обещали в течение недели. То есть это то, о чем мы договаривались с строителями. По опыту ремонта предыдущих школ, которые были у нас, это школа 11, школа 14. Вы, как депутаты, везде присутствовали и контролировали работы. Какой вот вы получили опыт, и знаете, что теперь здесь в первую очередь, на что нужно обратить внимание? Ну, в первую очередь, нужно двигаться по проекту ремонта. Но всегда во время производства работ вы скакивают или находятся какие-то сюрпризы. Вот я надеюсь, что это здание преподнесет меньше сюрпризов строителям, например, чем 14-я школа, потому что это более историческое такое здание, более сложное, ему гораздо больше лет. А здесь все-таки такой типовой проект, хотя ему уже за 50, но я надеюсь, что здесь будет меньше сюрпризов. Сюрпризы, о которых говорит Тимофей Логутин, проявились при ремонте школы номер 14. Он шел 7 месяцев с конца 2022 по сентябрь 2023 года. Когда строители вскрыли полы в старом школьном здании на улице Куликово, стало понятно, что перекрытие придется полностью менять, а несущие конструкции усиливать. Депутат Дмитрий Палагин, учитель 14-й школы, во время ремонта практически каждую неделю посещал стройку. Рядом находится кабинет, в котором я работал все эти годы. И вот я смотрю, раньше в этом кабинете немножко пол вниз уходил, то есть реально он гулял, и поэтому в школе нельзя было проводить никаких дискотек выше первого этажа, только на первом этаже. Строители сделали невозможное, потому что было очень много технических вопросов, мы с вами были, и от Совета депутатов вместе с областными депутатами, с Сергеем Александровичем Пахомовым мы постоянно проверяли эту школу. И, честно говоря, когда снесли все перекрытия, школа напоминала такое зияющее окнами разваленное здание, и только ленивый не спросил, а вообще реально это восстановить. Сейчас школа, вы можете увидеть, школа стала очень комфортной, уютной, и вот эти измененные стены, и светильники, мебель, все это, конечно, современно и добавляет чувство места, где хочется работать и хочется учиться, по крайней мере, я надеюсь на это. Сейчас школа 14 обживается. Дмитрий Палагин сравнил этот процесс с настройкой сложной аппаратуры. Когда мы покупаем какое-нибудь устройство, телефон, его надо настраивать, дня два мы тратим с удовольствием на это, а тут гигантское здание, которое с нуля, по сути дела, построили, там подвал переделали и все, естественно, проходило, ну сейчас где-то местами проходит стадию отладки, это нормально, потому что по замечаниям директора школы были заменены доски, которые висели не очень большого размера, были устранены некоторые недочеты, связанные с дверьми и с доводчиками там где-то. Ну то есть чисто технические моменты, которые рабочие, может, и не заметили, потому что в сентябре уже в таком авральном режиме доделывали, ну как авральные, детали доделывали. И поэтому вот наши замечания, а в этом плане все депутаты, которые приезжали, как раз обращали внимание, уголочек не так, доводчик не очень работает, здесь что-то не хватает, все это было устранено. То есть, ну сейчас, в принципе, в школе недочетов, вот таких, которые мешали бы работать в школе, нет. Основательный ремонт образовательных учреждений стал возможен благодаря президентским проектам, реализуемым в сфере образования. Так, в 2022 году отремонтирована школа 11 в микрорайоне Углич. В 2023-м после капитального ремонта приняла детей школа номер 14 на Клементьевском поселке. В 2024-м приступили к реконструкции школы 4. Насколько это вот такой необходимый проект? Потому что, понятно, строить с нуля здания, это достаточно сложно, тем более микрорайоны уже сложились, уже есть инфраструктура, уже здесь есть образовательные учреждения, вот надо бы проводить их просто в порядок. Об этом вопросе Сергей Александрович, мой старший коллега, много раз говорил. Основной задачей нашей было ликвидирование второй смены во всех наших школах. Для этого, конечно же, нужно строить было новые школы, но в первую очередь нам нужно было исчерпать все наши ресурсы, посмотреть, где мы можем добавить, где мы можем что-то улучшить. И вот в этом разрезе именно капитальный ремонт школ, он полностью ложится в эту канву. То есть мы приводим в порядок то, что у нас есть, мы насыщаем и наполняем жизнью старые наши образовательные учреждения и уже вдобавок строим новые. И наполняем их и новыми учителями, и новыми. То есть это сложно, это сложнее, чем вылечить рабочие, уже работающие организмы. Так что в этом плане, да, конечно, нам обязательно нужно. Спасибо огромное губернатору, спасибо Сергею Александровичу Пахому, спасибо нашему главе. Действительно, еще несколько лет назад крупные посадские школы работали в две смены. После того, как открыли новую школу на Владимирской улице, разгрузили 11-ю и 4-ю. После возвращения в систему образования здания на спортивном переулке убрали дневную смену в 14-й школе. Теперь эти учебные заведения не только могут нормально строить учебный процесс, но и преображаются благодаря капитальным ремонтам. Школа 21 на Северном поселке на сегодня единственная со сменным графиком уроков. Решить вопрос должно введение в эксплуатацию школы, что строится на Зубачевом поле. У нее пока нет номера, есть только техническое название. Школа на 550 мест. И ее строительство вызывает вопросы у администрации округа и депутатского корпуса. Школа должна была быть в сентябре. Сейчас часть из нее сдана, а часть будет сдаваться еще только, дай бог, в сентябре. У нас есть сейчас ощущение, что все должно быть нормально, но пока еще... Я бы не сказал, что такая абсолютная уверенность у меня существует по этой школе, потому что есть вопросы по финансированию. Ну, работы ведутся. Понятно, что эта школа крайне важна для нашего округа, потому что именно с ее вводом появляется возможность решить достаточно давнюю проблему второй смены. Первый заместитель председателя Совета депутатов Константин Некурица рассказал, что депутатами составлен график, согласно которому ведется контроль за реализацией государственных и муниципальных программ в нашем округе. Депутаты не реже раза в месяц посещают все стройки, интересуются ходом работы. Это все-таки не финансовый контроль, это функция, наверное, счетной палаты нашей. А здесь контроль, наверное, вот так у нас, политическая функция, мы приезжаем туда не все специалисты в строительстве, мы, наверное, представители населения, то есть это, наверное, такое... Ну, вот население туда приезжаем и смотрим, что там происходит. Есть моменты, это, во-первых, интересно всем депутатам, что происходит вообще в округе. Если вот так сидеть на своей части, в депутатном округе, ты мало что знаешь. А здесь ты видишь, как развивается округ, можно сказать, жителям. Ну, с другой стороны, опять же, видно невооруженным глазом, тут стройка, вот такие вещи, капремон, когда многие вещи видны невооруженным глазом. То есть, да, есть вопрос специалистов, они там присутствуют, мы вопросы задаем, но мы видим, как объект строится, какие обещания, насколько они выполняются и так далее, как это возможно. Ну, у нас много таких, я думаю, событий в 2024 году, я еще раз говорю, это и физмат лица, и долгожданная больница в Ходьково, и баня в Ходьково, и шикарный просто комплекс вот Мещеряково. Все вот эти объекты, о которых мы сегодня говорим, и бассейн, чайка, но если не май, как у них по контракту, ну, к сентябрю я тоже думаю, что, наверное, в течение летнего времени он должен быть сдан. Поэтому, в принципе, в основном, я думаю, все вот эти объекты, которые перешли с 2023 года, в этом году будут завершены. В ближайших планах народных избранников посетить 4-ю школу, оценить начало работы. Надо отметить, что строители уже отправили на согласование проект в визуализации фасада. И скоро все жители Углича на паспорте объекта смогут увидеть, какой станет школа после ремонта. Есть ностальгическое, потому что мы сейчас видим не живой организм, а просто скелет. Просто скелет. Но это скелет, я надеюсь, здорового человека, на который скоро нанизаются мышцы и красивая оболочка. Так что все будет хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...